не забываем вытираем ноги так ну еще не закончен да еще не закончен занят был вот надпись рисовал проложил тут два ряда пока что начал 3 там вот кусочками добил чтоб не оставалось с большего все пособирал тут раз-два-три он там наделал шахмат нормально нормально в принципе нормально так не знаю что вот я подумал а никто не практиковал вот на прямо на вот это вот на этот утеплитель из плит не стяжку сейчас положить а лаги просверлить насквозь допустим большими дюбелями берем лаги там 50 на 50 какую-нибудь доску закупаем да ложим под уровень все как красиво аккуратненько насквозь дюбелями там 15 коми в бетон все это дело закрепляем и сверху уложим деревянный пол блин а ламинат зачем я купил ну ладно не деревянный пол а скажем ой спи плиты двадцать пятки да а потом уже сверху ламинат и получится в эти лаги еще можно пятерку утеплитель положить блин что я уже наговорил я думал сэкономить стяжка получается вот на весь первый этаж 1300 а если купить лаги и пол это будет дешевле или нет и вообще можно ли мне кажется это стяжка будет отдавать лишний холод и сырость это же бетон а тут вот утеплитель да уже сверху лаги укладываем пятьдесяточку допустим или можно через полметра пятьдесяточку а еще шахматном клеточка еще пятидесяточку и тогда сотка ляжет утеплитель у меня как раз 9 пачек есть наверху лежит не знаю намного это хватит не намного на 9 пачек есть не все сверху ой спи плиту двадцать пятку и ламинат уже готов купленные 10 сколько это по деньгам может посчитать сегодня вечером нет интересно можно ли так сделать просто стяжка мне как-то смущает стяжка все-таки бетона из бетона но я не знаю даже ладно что-то эти шляпки зонтики очень быстро заканчиваются уже совсем чуть-чуть осталось ну в принципе мне-то и немного но их такое ощущение что не хватит 75 штук опять купил и опять нет куда они даются я не понимаю может они не 75 штук ложат а 35 я ж не считал ладно шучу шучу уходят быстро просто кое-где не по 2 бью а вот здесь вот я решил что конец все-таки и так сказать улица чтобы плотно прижато было я по 2 бил ну и кое-где сам понимаешь немножко вздыбилось так чтоб она прям не торчало сильно я закреплял как-то по 2 везде в общем как-то так ладно пойду дальше делать решил тебе просто показать коврик на коврик наш какой будет такой классно пока что деревянный но все-таки скоро заменим его на красивый и не деревянный какой-нибудь другой ноги утерть ну кажись мне кажется закончил это у нас будет кухня-гостиная тут смотри как красиво получилось я достал насос наверное ручеек уже не буду пускать может сегодня завтра опущу уже глубинный насос хотя наверно там не быстро мы подумаем сейчас придется немножко без воды пообходиться может день-два здесь вот аккуратненько вырезал по размеру здесь тоже из кусочков пришлось уже слаживать остатки были не хотелось не хочется ничего выкидывать но я думаю это не страшно так тут тоже все под лестнице достал кирпичи у нас уже не упадет у нас крепит закреплена здесь здесь куда она денется там же все равно под низом стяжку надо ложить будет ну здесь понятно я уже показывал вот блин не хватило немножко это печально вот здесь вот доложил тоже один большой лист кусочков немножко и тут вот осталось метр на полтора получается два с половиной квадрата то бишь два с половиной листа не хватило два с половиной листа блин докупить бы да доделать потому что ну а что я вот что я там сейчас сделаю просто стяжку положить на на бетон там же промерзать тогда получается будет в одном месте тоже не не то будет сыро сырой пол там надо значит надо докупить три листа три листа докупить и доделать это все дело но у меня еще время до стяжки есть они четверг это приедут сегодня у нас по столь мы сегодня среда ли четверг уже четверг наверное через неделю еще только приедут сейчас буду думать что сразу электрический пол сюда не надо электрический пол сразу не надо сразу с насосом разобраться потом буду значит я провожу здесь сидеть полу ложу электрический пол с подогревом вложу в этих двух местах. А сюда уже надо насос сделать. Насос сделать, закрыть оголовок и забыть. На кнопочку нажал и включил. Вот и все, чтобы так было. Ладно, пойду заниматься, наверное. Достал ручеек со скважины, скрутил пока временно. Не знаю, когда он мне в следующий раз понадобится. Пока не нужен. Я думаю, надо заменить. Настало время. Настало трос. И надо все это дело вставить и закупорить. Чтобы было. Хочу, чтобы было красиво. Все буду делать. Только надо вспомнить в мыслях. Я и ролик смотрел, мне объяснял Сергей, продавец, что продал насос, как правильно подключать. Надо сейчас в голове все собрать, потому что это было полмесяца назад или месяц. Я уже мог забротать. Доставочка. Новгожданная доставка блоков приехала. Точнее, еще не приехала. Только загружаемся. Сейчас поедем выгружать. Я тут себе посучу и решил крылья на велосипед поставить. Лучше планировать до участка доехать. Не знаю. Главное только не взлететь, конечно. В общем, докупил три листа, что не хватало мне. Сейчас поеду их улаживаться. Как буду уехать, пока не знаю. Главное, чтобы сильного ветра не было, а то точно взлечу. Железный конь. Тюнингованный под самолет. Долетел таки до дома. Я уже здесь был сегодня на участке. Ну, я уже показывал, что доставку мы забирали. Вот, привезли блоки. Блоки, 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 блоки. Целых девять пачек блоков. Аккуратненько составил я. Так вот красиво теперь они будут какое-то время стоять, пока я не возьмусь за хоз постройку. Когда я за нее возьмусь, это неизвестно. Потому что надо еще доделать дом. Вот так вот. Ну, надеюсь, скоро возьмусь. Так. Ничего себе. Отнесло станции. Смотри, как трава высушила траву. Здесь еще стоял манипулятор. И с машины, видимо, жар и шел. Высушила траву. Прикольно. Так, ладно. Надо начинать работать, наверное. Так что потиху пойду заниматься. Кручу тут, верчу. Запутать хочу. Сел тут, расселся на пол. Короче. Начинаю собирать насос. Вот, хотел показать. Сначала я немножко думал, вспоминал. Сегодня поузнавал немножко, ролики посмотрел. Так, вот что. Это сам насос. Прикрепил к нему обратный клапан. Здесь получается, как он там правильно называется? Муфта. Муфта. В нее закрепляется сама труба. Ну и к трубе сейчас в самом начале более часто, а уже дальше, где-то через метр, начну крепить кабель. Только для начала еще трос закреплю. Вот в эти вот ушки и вот этим вот крепления. И все, я буду разматывать. Склажина у меня 18 метров, да. Значит, я опущу насос на 14. Вроде после всех, 7 раз замерить, 1 раз отрезать, после всех замеров, вроде что-то я собрал. Ага. Так, значит. Вот. Тросик, кабель, труба. На улицу еще не выводить. Здесь из дома что-то нигде не зацепилось. Так. Вот это вот будет получается. Как оно называется? Забыл. Подожди. А, головок. Головок. Головок закрепил. Здесь вот 15 метров. Головок на трубе 15 метров и тросик по 15 метров закрепил. Кабель должен быть не в натяжку. Сейчас буду... Сейчас. А, еще подожди. Еще не сейчас. Еще надо открыть. Проверить, чтобы была ровная поверхность. И можно запускать. Сейчас. Сейчас все проверю. Потом, как буду запускать. Точнее, как запущу, покажу. А то тут, получается, надо двумя руками держать и тянуть. Чтоб ничего не мешало, все поубираю отсюда. Все. Я практически все подготовил. Так. Тут зачистил аккуратненько. Как там в ролике говорилось. Одел нижнюю часть головку. Кольцо уплотнительное. Взял насос. Сейчас. Единственное, что не смогу тебе показывать одновременно. Мне сейчас придется запускать насос. Всю эту часть туда. Поэтому снимать я не могу. Покажу, что получится. Немножко пришлось повозиться. Даже тут вот, если видно, мокро. Короче. Это уже второй раз опускаю насос. Опустил. Тут вот лишнюю трубу не знаю. Буду обрезать, не буду. Но, наверное, придется. Потому что, зачем она мне такая длинная? Все равно здесь надо будет угол, по-моему, делать. Ну, провод, наверное, не буду обрезать. Пускай будет длинный пока. Пока будет длинный. Опустил. Сейчас буду зажимать. Так. Почему опускаю второй раз? Не знаю, как я так ошибся, меряя. Ну, мне помнится, что скважина должна была быть вот за 17 метров. Если я не ошибаюсь. А я что-то мерил, когда последний раз. До воды домерил 3... 3,30... 3,20 было. А потом померил якобы всю воду. Сколько воды и столб воды. Ну, у меня получилось 14,40. Я к этому прибавил 3,30 и получилось 17,5. А на самом деле эти 14,40 это полная глубина скважины почему-то оказалась. Я что-то пока не понимаю. Сейчас насос первый раз попытался опустить на 15 метров. В итоге он уткнулся в 14,5 метров в дно. Пришлось доставать все. Все снимать, распаковывать, по новой трос перевинчивать, перекручивать. И сейчас на 12,5 метров установил. То бишь 2 метра глубина. 2 метра будет на... Ну, ты понял. До дна 2 метра. И 12 метров отсюда. Короче, вот такая вот ерунда получилась какая. Ну, тут у соседей, я так понял, тоже у соседа напротив 12 метров, я спрашивал. И тут у соседа через участок одна скважина на 18 метров, вторая на 14. Тоже получается такие же скважины по размерам. Ну, кажись, кажись получилось. Только еще не до конца, конечно, еще надо что-нибудь еще нужно сделать. Вилку присоединить, что я обрезал. И попробовать его запустить сегодня. Ну, тут все зажал. Все как бы держится хорошо. Все позажимал. Все должно держаться. Вот сюда стяжка еще ляжет. Сколько тут? 5 сантиметров больше они еще положат стяжки. Вот так вот. Сейчас подключим. Подключу розеточку. Подключу розеточку и запустим вместе. Проверим, как эта штука работает. Неудобно немножко с такой длинной трубой запускаться. Надо все-таки ее обрезать как-нибудь, наверное. Только набирать тогда придется воду только здесь. Туда я уже не смогу ее вывести. Там помыть что-нибудь. Тоже плохо, конечно. Желательно, чтоб что-то был шланг какой-то. Надо переходник, наверное. Переходник на шланг. И подрубать шланг и выводить на улицу. Желательно, может быть, даже туда. Чтоб мне удобнее было не бегать. Ну что, давай подрубимся. Посмотрим, что будет. Заизолировал тут. Все, надеюсь, хорошо. Давай. Ура! Горяченькая пошла. Работает. Ну как вибрирует, так жук, жук, жук. Ты слышишь? Так он и должен работать, интересно. Ну я не знаю, напор большой, небольшой. Блин, там уж обратный клапан стоит. Я сейчас выключу и вся вода в трубе останется. Ладно, давай-ка выключим. Все. Воздух выходит. Вакуум создался, что ли. Интересно. И сейчас, получается, здесь вода, да? Да. Потому что обратным клапаном теперь в этой всей трубе вода. Круто. Куда мне ее теперь девать? Она сейчас вылится на этот напор. Жесть. Да. Умм... Короче, надо, наверное, как-то ее обрубить, эту трубу. Оставить хвостик. Хвостик. А что за вакуум создался? Почему? Ну, так вот. Ну, я все правильно вроде сделал. Надо спросить будет. Ладно. Давай-ка я, наверное, с другой что-то подумаю сейчас. И разложу фольгу под теплые полы. надо наклеить фольгу теплый пол буду здесь расклеивать еще фольгу сейчас надо расклеить начну отсюда укладывать теплый пол уже принес надо теплый пол начинать потому что я думаю с теплым полом тоже не все быстро будет там нюансов наверно много хотя с насосом бы я уже закончил бы я думаю час назад если бы не пришлось его по новой доставать распаковывать из-за того что глубину не угадал неправильно сделал так что ладно давайте я буду продолжать сколько уже 30 час наверное сегодня уже поздно попробую еще что-нибудь сделать должен она закрывать комары не летели циката стрекочет вот в этом кусте постоянно циката стрекочет по вечерам каждый вечер